Всем привет! Вы смотрите канал магазина XCOMSHOP и с вами Мария. Сегодня мы создадим типовое рабочее место вместе с Hyper. Интересно? Тогда оставайтесь с нами. Для организации современного рабочего процесса требуется оптимальное устройство и может быть ноутбук, моноблок или полноценный компьютер. Сегодня же у нас решение более лаконичное и практичное. Встречайте, неттоп и монитор в одной связке от Hyper. Монитор Hyper Pro View KG2712, и это не вес, а название модели, в безрамочном корпусе. Тонкий матовый экран на 27 дюймов с разрешением QHD. Картинка сюда может поступать как по HDMI, так и по Type-C. Второй гаджет в связке – NetTop Hyper Expert Box D20, который буквально помещается на ладони и собран на базе мобильного процессора Intel Core i5 12-го поколения. Расположившись рядом, монитор и NetTop не занимают много места на рабочем столе, что иногда бывает очень даже важным. Связки устройства представляют из себя идеальное сочетание и подойдут для решения рабочих задач. Расскажу о каждом подробнее, а начну с монитора. Полностью цельная неразборная конструкция, которая крепко стоит на столе и не ходит ходуном даже при направленном усилии. Нижняя площадка, ножка, а также корпус панели выполнена из металла. Цвет серый с зеленоватым оттенком. Матовая поверхность очень приятная на ощупь и совершенно не маркая. На обратной стороне верхняя часть глянцевая. На ней же красуется светящийся логотип Hyper. Смотрится монитор эстетично, минималистично и в то же время очень современно. Регулировка панели осуществляется только по наклону. Диагональ, повторюсь, 27 дюймов. Матрица IPS с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Яркость 250 кандел на метр квадратный. Контрастность 1000 к 1. Частота 75 Гц. Время отклика 5 миллисекунд. 16,7 миллионов цветов. Есть HDR и присутствует защита от мерцания Flicker Free вместе с защитой от синего спектра света. Она же Low Blue Light. Помимо всего в мониторе присутствуют трехватные аудиодинамики. Звучание у них подойдет для работы и просмотра фильмов. Картинка у монитора очень яркая, контрастная, с насыщенными цветами. Идеально выглядят как фильмы, так и видео о природе. Плотность пикселей замечательная. Работать с комфортом для глаз можно большое количество часов. Более того, в мониторе присутствуют функции AMD FreeSync, DCR, а также режим Overdrive, улучшающий время отклика. Что ж, а теперь давайте глянем на разъемы. Поскольку монитор – это цельная конструкция, все разъемы тут расположены в ножке. Две штуки USB Type-A 2.0, далее два входа HDMI и Type-C, затем комбинированный мини-джек, то есть сюда можно подключать гарнитуру. И в конце – разъем питания. Блок питания, кстати, на 120 Вт. Благодаря ему и разъему Type-C от монитора можно запитать любое устройство – ноутбук или, например, NetTop. Красота! Минимум проводов. На передней стороне монитора на площадке находится беспроводная зарядка для телефона, что очень удобно. Чуть ниже на этой же площадке присутствуют сенсорные кнопки управления меню. Само меню простое и лаконичное. Помимо регулировки стандартных параметров, вроде яркости и контрастности, есть регулировка оттенков, пресеты и ночной режим. DCR, HDR и Overdrive активируются в отдельных подпунктах меню. А сейчас рассмотрим поближе второе устройство – NetTop. Как я уже сказала, очень маленький аппарат, умещающийся в одной руке. Корпус у него полностью металлический, темно-серого цвета с темно-зеленым оттенком. В аппарате просто отличная вентиляция. Решетки находятся по бокам, верхняя часть представляет из себя перфорированную поверхность. Активное охлаждение выдувает горячий воздух позади устройства через три отверстия. Сквозь них проглядывается решетка радиатора. Вентиляторы работают совсем тихо, их не слышно даже во время сильной нагрузки. Нижняя часть устройства глухая. Здесь расположены резиновые ножки, а также отверстия для установки крепления веза, благодаря которым NetTop можно разместить на задней стороне монитора или на ножке. Ну или можно повесить устройство на стену. Крепления и болтики идут в комплекте вместе с двумя кабелями HDMI. Также в комплект входит блок питания. А теперь посмотрим, какие разъемы тут есть. Передняя сторона. Здесь мы видим кнопку включения. Рядом комбинированный миниджек. Затем разъем Type-C с возможностью подключить быстрые накопители. Далее идут два USB Type-A 3.2 первого поколения. В конце ряда кнопка сброса биоса. На задней стороне NetTop разместился 2,5 гигабитный LAN и еще две штуки USB Type-A 3.2 первого поколения. Завершают композицию два HDMI-выхода и разъем питания. NetTop мал да удал. 12-ядерный процессор Intel Core i5 1240p. В турбо-режиме частота разгоняется до 4,4 ГГц. Процессор имеет интегрированное видеоядро Intel Iris Xe Graphics. Оперативная память 16 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц. Представлена одной планкой. Есть второй слот для расширения памяти. Накопитель SSD M.2 на 512 ГБ. Но также имеется отсек для 2,5-дюймового накопителя. Кабель SATA для его подключения прилагается. Беспроводные интерфейсы в устройстве представлены в виде Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Внутри установлен адаптер Intel AX 201, обеспечивающий высокую скорость работы и надежную передачу данных в разных условиях, и совместим со всеми операционными системами. Мощности устройства вполне хватит, чтобы закрыть любые офисные задачи и не только. NetTop подтянет офисные программы, работу с несложной графикой. Вполне себе можно монтировать видео и уж тем более смотреть фильмы. Вот такой шустренький аппарат. Что ж, а на этом наш обзор подошел к концу. Сегодня вы увидели идеальную связку для организации рабочего пространства. Отличный монитор и NetTop ему подстать. Конечно же, эти устройства вы можете использовать по отдельности, смотря что вам приглянулось. Понравился наш обзор? Непременно вспомните про лайк, комментарий и подписку. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok